Сложный вопрос, вы задали. Очень сложный вопрос. Я приведу маленький пример. Еще два года назад, я как-то утром на выходные, в субботу, встал попрозже, и когда жена включила завтрак, я сижу, телевизор переключаю, везде стреляют, орут и так далее. И жена говорит, слушай, у нас выходной, хороший день, солнце, слушай, но ты можешь без этих стрелялок, вот этих убийц, криков и так далее, что там нельзя найти. Я ей говорю, Лора, не поверишь, везде одно и то же. Мне, честно говоря, стало страшно. Это то, что висит на поверхности. Канал выбирает, это выгодно. Ведь, смотрите, я вам сейчас сознаюсь. У меня столько много нагрузок и так далее, что в обыденной жизни Достоевского я читать не хочу. Я не хочу смотреть социально сориентированные фильмы, где вскрыты и очень натурально показаны проблемы. Вот я тем самым пытаюсь сохранить свою психику. Мне нравятся боевики, в том числе американские. Это единственное, что я смотрю и люблю американские боевики. А так больше их ничего не люблю. И у них ничего достойного, чтобы порадовало меня, по большому счету и нет. Но цели, конечно, у них правильные, они их достигают ценностями. Конечно, это все очень сильно разлагает. И когда мы говорим о неких каналах и наборе, то, что у нас происходит, то в обычном обиходе должно регулироваться. А дальше у нас есть огромное количество каналов, которые проплатил. Ты хочешь смотреть фантастику? Я люблю фото, смотри. Хочешь смотреть эротические вещи? Заплатил, смотри. Есть ли дети? Ты понимаешь, что с детьми это смотреть нельзя? Ты поставишь соответствующий, так сказать, блок или там пин-код, так далее, как тебе удобнее. И эта тема уже опробирована. Эта тема опробирована. По-любому семейные ценности, духовность, нравственность – это основа всего. И она зависит, конечно, от семьи, от тех взаимоотношений, которые сложились и так далее. Я как-то помню, когда ко мне из Беларуси приехала семья моего товарища и одноклассника. И мы потом с женой обсуждали. Меня поразили взаимоотношения старшего брата, ему было 28 лет, с сестрой, которой было 11 лет. Это было настолько видно и очевидно, как он трогательно заботился, как они друг друга любят, как они не могут друг без дружки и так далее. Как они, даже старший брат уделяет внимание, играются. Я где-то, может быть, и несправедлив, потому что я снял с себя какую-то ответственность, упрекнул жену. Ты понимаешь, у нас дети хорошие. Но когда ты видела, чтобы наш сын вот так относился точно к своей сестре? Хотя отношение сестры к брату как раз вот такое и есть. Я говорю, значит, где-то мы что-то не доработали, не допустили. Без духовности и нравственности нельзя. Но это должно быть прежде всего в семье. И надо воспитывать и говорить о семье. На Кавказе, нашем российском Кавказе, требно, чтобы дети, попавшие в трудное слово, маленькие, попадали в детский дом. Там всегда заберут родственники. Там норма. И у каждого нет двоюродного или родного брата. Будет троюродный или там какой-то совсем дальний. Все равно ребенка заберут. Потому что завтра соседи скажут, что ж ты, елки-палки, ребенка оставил. А у нас родители в детский дом сдают детей. У нас, объявив материнский капитал, весь этот депресняк и люмпины начали рожать детей, наивно думая, что они получат на какое-то время 300 тысяч и так далее. А потом избавятся от детей. И это на самом деле страшно. Об этом надо сегодня говорить. Как я в свое время говорил, когда мы рассуждаем по Украину. Будет это, не будет это, газ туда. Я много раз был под обстрелом. Когда плотным огнем обстреливают твое подразделение. Когда я первый раз попал, будучи капитаном, у меня было 28 лет, абсолютным атеистом, лежа в маленькой, заподлицо став землей, я про себя молился. И просил Господа Бога, чтобы мне сохранил жизнь. Потому что это было страшно. Уже год в Донецке и Луганске под обстрелом находятся дети, женщины, старики. Ежедневно. Представляете? Об этом никто не говорит. Уже привыкли. Этой нашей вонючей Европе и так далее. Даже нет ни до кого дела так далее подходять. Они говорят только о каких-то других вещах, о каких-то других ценностях. А слезинка ребенка и известные фразы, которые мы много раз уже говорили и слышали и так далее. Вот это, наверное, самое главное. Но это все зависит от нас. От нашей культуры, от нашей нравственности и от нашей морали. И любая страна в конечном итоге от этого зависит. Маленький пример. В 1942 году, я не помню фамилию, Гитлер лично дал приказ расстрелять очень известного профессора. Он занимался тем, что изучал славян, доказывая превосходство арийской нации и арийцев. Изучая славян, он не просто изучал, потому что брали лучших девушек примерно от 20 до 25 лет. Отправляли в это рабство, они работали. Где-то кому-то там кормили и немножко денежку давали. Но предварительно проходили медицинский осмотр. И вот эти девушки, пришедшие с Белоруссии, с Украины, со Смоленской, Брянской областей, которые были угнаны в плен, в рабство, профессор посчитал, из 100%, 95% этих девушек были девственниц. На тот момент, по их социологии, где-то 26% были девственницей на территории Германии. Девушки даже еще меньше возраста. Из тех, кто были не девственницей, как правило, это были замужние женщины, которых забрали из семьи. И тогда он написал записку Гитлера. Фюллер, нам надо закончить эту войну с Россией. Мы не победим, мы проиграем. Победить народ с такой высокой культурой, духовностью и нравственностью невозможно. Его расстреляли, не послушав этого. А в этом сегодня суть. И то, что нам сегодня навязывает Европа, исходя из этих ценностей, сегодня все это заключается совсем в другом. Сегодня наши молодые люди, вступив в брак, через месяц или через год уже разводятся. Их не останавливают ни дети, их личные амбиции и так далее. Какие-то вещи, какие-то там отношения. Ведь это тоже очень большая проблема. Мы стали объектом вот этой страшной беды. Конечно, кто-то скажет, что можно было избежать, избежать нельзя. Прогресс такой, время другое, принципы другие, стереотипы поведения другие появляются. Но духовно-нравственные качества – это основа любого общества. Без него страна не может быть процветающей, достойной и счастливой.